Друзья, вы просили рассказать о трендах в домах выходного дня. И действительно, мы подумали, что домом называется практически все что угодно. А дома бывают разные. Есть и дачный дом, и дом выходного дня, и дом для постоянного проживания. И все это называется одним названием домом. Хотя все эти дома, которые я перечислил, имеют разные назначения, разные функционалы, а также разную стоимость. В общем, вы просили, мы подготовили этот материал, поэтому давайте вместе разбираться, что есть дом выходного дня. Во-первых, самой основной характеристикой в доме выходного дня является, конечно же, место, где он расположен. Если мы строим дом для постоянного проживания, то мы хотим, чтобы он был близко к городу, потому что нам необходимо ездить каждый день. А в случае загородного дома, конечно, этот участок может быть подальше. Но, что важно для дома выходного дня, наш участок должен быть особенным. Под особенностями я подразумеваю крутые видовые характеристики, либо место, где он располагается. Это может быть какой-то потрясающий сосновый бор, либо, возможно, рядом располагается водоем. Это может быть река, водохранилище или потрясающее озеро, а, возможно, даже гора, как было в одном из построенных нами объектов. И здесь важно, чтобы дом выходного дня действительно находился в некоем таком месте силы, куда вы приезжаете на выходные, праздничные дни и можете зарядиться энергией и по-настоящему отдохнуть. Обычно дома выходного дня имеют небольшую площадь, если мы его сравниваем для дома с постоянным проживанием. Почему это происходит? Потому что здесь мы стараемся убрать, если так можно сказать, лишние комнаты. Хотя, на самом деле, они, конечно же, не лишние. Просто мы можем ими пожертвовать в доме выходного дня. Что я здесь подразумеваю? Это котельная, это какие-то дополнительные гардеробы, кладовые, рабочий кабинет, а также дополнительный санузел и гардероб в мастер-спальне. То есть есть хозяйская спальня и принято, что она имеет отдельный санузел, отдельный гардероб. Так в доме выходного дня в этом нет необходимости, этим, конечно же, жертвуют. Помимо этого, в доме выходного дня нет необходимости в полноценном гараже. Вы просто можете либо организовать аккуратную, красивую парковку, либо же сделать навес. Если у вас есть какие-то дополнительные квадроциклы, газонокосилки, какая-то необходимая утварь, где ее нужно хранить, то здесь можно сделать дополнительную кладовую под навесом. Этого будет вполне себе достаточно. И здесь вы, конечно же, значительно сэкономите. Итак, мы разобрались с вами с участком, разобрались с вами с площадью дома. А давайте теперь перейдем все-таки вовнутрь и разберемся здесь. В первую очередь я обратил бы внимание на кухню. И здесь она достаточно компактная и небольшая. Почему? Потому что если мы говорим про дом постоянного проживания, то это такая машина по производству еды, важно, чтобы всем было достаточно места, то в доме выходного дня, в загородном доме, большую часть времени все равно мы будем проводить на террасе, на патио, вполне возможно в беседке, будем на гриле жарить мясо. И кухня уже не должна быть вот такой полноценной кухней. И поэтому здесь запросто можно поставить всего лишь двухкомфорочную плиту. Помимо этого, саму кухонную зону сделать меньше и поставить окно над раковиной. Потому что такое обилие полок не необходимо, но нам важно наслаждаться красивым видом и видеть наш участок. А если наш дом еще поставлен в видовом месте, то видеть, возможно, какую-то красивую реку, этот великолепный лес или даже гору. Гостиная в доме, наоборот, должна быть большая. И в этом как раз основная фишка. То есть спальни мы стараемся сделать поменьше, чтобы здесь мы только спали и ночевали. Личное пространство нам не нужно. Гостиная должна быть большой, чтобы мы со своей семьей, со своими друзьями, родственниками и близкими именно здесь проводили время. Мы же для этого как раз едем в загород, чтобы насладиться природой и провести вот это вот время с друг другом. И здесь, конечно же, есть обязательные атрибуты загородного дома. Обязательно витражные окна в пол, чтобы видеть природу, ощущать себя частью этой природы. Если даже у нас вполне возможно холод, мороз, мы приехали зимой, то все равно в доме будет тепло, но ощущение, что мы находимся на улице, будет сохраняться. И, конечно же, в мороз, да и не только в мороз, важно, чтобы была печь камин. Это тоже важная составляющая такого дома выходного дня. И если в доме для постоянного проживания, возможно, камином вы не будете пользоваться так часто, будете про него забывать. И, как многие говорят, то, что пользуются им только три раза в год или один раз в год, то здесь, конечно же, разжигать этот камин будет хотеться, наверное, каждый раз, когда вы туда приезжаете. Часто в таких домах располагается отдельная сауна. Здесь достаточно небольшой комнаты. Тренд, который существует именно в парной сейчас, это, конечно же, наличие остекления. Если раньше было принято, что это достаточно глухое пространство, темное, то сейчас там должно быть достаточно такого дневного света, возможности, чтобы мы видели природу, видели какие-то живописные яркие краски. И поэтому часто ставят либо горизонтальное продольное стекло, или даже стекло во всю стену. Конечно, можно предусмотреть баню отдельно, но с точки зрения практичности можно сделать ее в нашем будущем доме выходного дня, как я как раз и сказал. Отдельное внимание в доме выходного дня выделяется террасе, потому что это как раз одно из тех мест, где мы будем проводить большее количество времени. Терраса делается большой, уютной, чтобы здесь расположилась зона барбекю, возможно, какая-то чиллаут-зона, где мы можем отдохнуть вместе с друзьями и семьей. И в последнее время даже может располагаться здесь теплый пол и визорожи. Сейчас я объясню, для чего они нужны. Если у нас весеннее время, либо осеннее время, находиться на террасе уже некомфортно, потому что, ну, как бы прохладно. Но находиться на природе все же хочется, и здесь мы можем включить теплый пол, и от фундамента будет идти вот это тепло, и нам будет комфортно. Помимо этого, есть вариант закрытия по периметру террасы специальными стеклами, специальными витражами, чтобы не проникал какой-то ветер, и нам было комфортно и уютно находиться. Здесь также может находиться печь-камин, и самое главное, что эту террасу мы при всем желании можем использовать даже зимой, потому что в ней будет тепло и комфортно. Ну, а как мы знаем, в Новосибирске последние зимы там это минус 15-20 градусов. Также есть такое отдельное понятие, как патио, они тоже используются в этих домах. Фактически это та же самая терраса, только без каких-либо стен и какого-то либо навеса. И, конечно, она тоже используется для какого-то отдыха, чила, и вполне возможно, здесь даже можно поставить шезлонги и позагорать. А вполне возможно, вы захотите уделить внимание именно костровой зоне, а не террасе, и это, конечно же, тоже тренд. Отдельно на участке выделяется место, где организовывается костровище. Здесь есть специальные места для отдыха, они как раз располагаются вокруг костровой зоны. И зажигается вот этот очаг, который как раз и символизирует вот эту теплоту загородного дома, обозначает уют. И здесь тоже классно проводить время и отдыхать. Очень много у меня слов отдыхать, когда мы говорим о доме выходного дня. И, наверное, дом выходного дня, отдых, это и есть вот некие такие синонимы. Что касаемо интерьера, то здесь есть одна деталь, которую я подметил. Это использование дерева в отделке. И используется оно и при отделке стен, и также при отделке пола, потолка и окон. То есть мы можем найти этот элемент, который уместно применен во всех этих частях. К примеру, отделка вместо пластикового откоса отделывается деревом. И выглядит это как-то тепло и уютно. Когда в интерьере появляется дерево, это всегда передает некую теплоту. То есть это также могут быть и шаттерсы, закрывающие окна. Это может быть любая деревянная мебель. Но здесь важно тоже не переборщить, конечно же, с этими элементами. И чтобы они в вашем загородном доме были применены уместно. Теперь давайте поговорим про техническую составляющую. В принципе, она важна для любого дома. Но если мы говорим про дом выходного дня, здесь это важно вдвойне. Почему? Потому что вы в этом доме не находитесь постоянно. И он остается какое-то время без контроля. Но вам важно знать, все ли там в порядке. Все ли в порядке с отоплением. Полностью ли все системы дома функционируют так, как надо. И я здесь говорю про автоматизацию. В первую очередь важно автоматизировать температуру в доме, чтобы вы с телефона могли управлять. Также в последнее время можно автоматизировать котел, который у вас стоит в сауне. Предположим, вы в пятницу находитесь на работе и решили со своей семьей поехать дома отдохнуть. Естественно, вам надо время, чтобы туда добраться. Но вы уже можете, находясь на работе, выставить необходимую температуру в парной. И по вашему приезду вы можете туда сразу пойти. Также можно выстроить систему видеонаблюдения, чтобы уж точно быть уверенным, что на вашем загородном доме все в порядке. И в заключении я предлагаю поговорить о том, как важно устроить ландшафтный дизайн нашего с вами участка. Конечно, все мы сразу представляем, когда говорим о загородном доме, газон, какие-то великолепные деревья, кустарники, возможно, ракарии. Но здесь важно подумать, что тот же газон, если вы не знали, он требует к себе очень чуткого внимания и ухода. А также растения и кустарники. И здесь мы обращаем внимание на тренд, который к нам идет из Скандинавии. Они достаточно прагматичны, занимаются загородным строительством уже давно. И они пришли к следующему выводу. То, что дом надо либо вписывать в окружающую среду, в уже имеющийся ландшафт, либо использовать многолетние растения и разнотравия. Для чего они делают? Они делают для того, чтобы, во-первых, сэкономить на обустройстве самого ландшафта, а во-вторых, чтобы меньше за ним ухаживать. И поэтому вот эти оба варианта могут вам подойти. Например, именно так мы сделали на нашем объекте, который мы строили в Чунгуре. Это Горный Алтай. Как раз вписали дом в окружающую среду. Он и как раз является домом выходного дня для наших заказчиков. Пока мы записывали это видео, действительно появилось желание уехать из офиса и поехать в свой загородный дом. Друзья, у меня к вам вопрос. А какой из этих пунктов, в первую очередь, важен для вас? Либо, возможно, мы забыли указать какой-то из пунктов. Поэтому напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, если вам нужен загородный дом, вы знаете, куда обращаться. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. И до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok